Доброе утро, мои дорогие зрители! Всех приветствую, всем рада, с вами Наталья. Я на балконе. Жарко, да. Дышать дома нечем. Ну, даже толком нету. Ну, почему-то все равно парят. Ну, будет дождь, значит будет. Но с утра уже 20 градусов. Надо мне веер достать. Мне где-то дочь привозила два веера испанских. Я все думаю, надо. Вот здесь на балконе ветерочек хорошо. Ну что, погода ветер. У нас какая переменчивая. Вчера было довольно-таки свежо. Даже джинсовку одевала, когда ходила на улицу. Вот. Сегодня с утра уже тепло. Ну, слава богу, ветерочек. Думаю, будет хорошо днем. Ну, градусов 25 будет. Самое то, что надо. Поговорим о Быковой. А вчера видела видео, вышла. Видите, как она часто стала снимать. Но платят же ей. Поэтому она и снимает. Но. Вчера я обсмеялась. Над этими двоими. Сначала показали огород. Так. Тот, который задумал. Чуть какие-то помидорчики. Да, они цветут, но какие-то маленькие. Ну, хорошо, хоть прижились. Я бы удивилась, если бы они не прижились. Эти помидорчики. Потому что в чернозем палку засунь, и она зацветет. Ну, это даже смешно. Такую жирную почву не использовать. Да. Дальше он показал там у него огурцы. Чего-то больно он часто огурцы напихал. С одной стороны у него прям хорошо взошли, а с другой что-то не очень. Не важно. Хоть что-то. Потом они пошли. А, жуков они собирали. Там же нет картошки. Откуда у вас там жуки? Ну, наверное, прошлогодние картошки. Когда сажали, где-то, видно, до конца не выкопали, жуков она собирает. Он говорит, возьми, я брезгую. Ну, Гриша не взял жуков, да. И потом же этими руками он ей ягоды снимает. Это жимолость, что ли, была. И дает ей есть. Он говорит, она такая вот, она плодоносит, на, пробуй. Это ест. Да, это ест. Ну, показали огородик возле дома. Тут они нам показывают уже огород, там, дальний, который он распахивал. Ой, смотри, как тыквы взошли. И она вот ходит. Ой, тыквы, кабачки. Гриша объясняет, что он посадил два сорта. Зеленые такие, белые такие кабачки. Там тыквы. Ой, вырастет все. Мы же их замачивали. Они же у нас были замочены, сколько семена. Поэтому они быстро... Я же ведь еще землю пролил, как следует. Посадили, а потом был же еще и дождь. Вот рассказывай. Ну, дальше что? Дальше они пришли... Куда они пришли-то? А, к свиньям. Да. И вот он маленьким поросятам... А, индюшат. Вот здесь индюшата. И вот Гриша там пытается что-то высказать, что-то говорит. Показали они этих индюшат. Потом этих... Да, надо маленьких поросят приучать к электропастуху и на улицу их. Ну, та, партия, которая покрупнее. Тем малышей, которые боятся, что там непонятно с них ничего. И тут она начинает его что-то спрашивать. Он начинает говорить. И он... Ой, я сегодня не могу. У меня что-то я не могу сказать. У Гриша не язык заплетался. Ну, примерно мы знаем, по какому поводу. Ведь утром вышел шорс. Как бабочка прощается с доченькой. Санек опухший. Глаза с бодуна. Ну, это, по крайней мере, это мое мнение. То, что увидела я. Вы могли увидеть совершенно другое. И вот он целует ее и целует. И ребенок от него отталкивается. Я не могу понять. Тебе говорят, может, он небритый. Ну, как-то в дорогу поехать и небритый. Ну, женщины, девушки. Если ты едешь на работу, ты все равно утром по приезду. Ты в поезде едешь или на автобусе. Я не знаю, на чем. Костюм-то цивильный одел. И вот я думаю, он откуда поехал на работу? С дома в сарай? Или из дома и в Волгоград к тетке? Там побудет какое-то время? Потому что, ну, слишком долго у него отпуск был. Он то в больнице лежал очень долго. Уже у Быковой он недели две, по-моему, как находится. Чего-то больно долгий отпуск. Да. И вот он к этому ребенку. И ребенку он передал не маме. Он передал Люсе номер два. Да. Вот отдал Люсе. Я вчера уже об этом говорила. И такое впечатление, что и Гришане вместе с ним. Они устроили Саньку проводы. Бухали. А утром Гришане даже двух слов связать не может. Вот я приехал. Шланг лежит не там. Быкова стоит, как будто ее наказали. Сидит не может в понятке. Ну, хозяин приехал. Да. Ну, дальше нам показывают строительство. Ну, тут я уже смеялась до слез. Просто вот умирала. Так. Над чем? Сейчас скажу. Сначала Быкова сказала. Ну, во-первых, что он там настроил? Это, конечно, трэш. Почему у него наравне крышу? У тебя крыша потом провалится от снега. Почему ты ее не сделал? Ну, как терраска делается. Пристройка. По скату. И она говорит. Вот ты что-то... И самое интересное. Ты что, изначально не мог доски вот эти? То, что ты поставил дрова свои. Вымереть, чтобы они были ровные. Нет, он там наверху отпиливал. Нормально? И выражение. Быкова стоит. Ты что будешь делать? Страпилы? Я чего-чего-чего не поняла. Этот дебил отвечает. Страпилы. Какие страпилы? Всю жизнь это были страпилы. Ну, ты вы хоть посмотрите, куда ударение ставить. Один строитель великий. Страпилы. И дальше Быкова добавляет. А вот это что ты поставил? Брусья? Ага. И коня еще из спортивного зала. Вот брусья висят. Вот конь. Вообще-то брус. Я не могу над ними. Два великих строителя. Да. Тут у них страпилы. Тут у них брусья. Угу. А тут у них кольца. А тут у них конь. Спортивный зал. А не пристройка. И он так рассуждает, что вот... Да. Им не хватает. Мы же с тобой подсчитали перед стримом, сколько нам надо на железо. Вы недавно только его разгружали. Этот профиль на крышу. Там порядочно листов было. Я думаю, вам бы хватило. Ну, может быть, несколько листов. Тем более не оцинкованы. Они оцинкованы, просто не покрашены. Уже купили. Оббиваете деньги. Вот сколько денег Быкова не собирала, она ни разу не дала ни... Транс... Вот самую... Как она? Накладную. Ни разу не показала чеки. Ничего не показала. Вот где она конкретно сумму потратила на что. У нее все. То за дорогу отдали, за машину. То вот здесь от Гриша не привезли. Короче говоря, почему она вышла собирать? На коровник. Да. На стройку. Последний стрим ее. Ведь Санеку езжал. А ему на дорогу надо. Да, хотя бы даже Волгоград съесть. А ему покушать надо. А ему с собой надо. Она же на стриме сказала, двух мужиков содержать очень дорого. Это сколько же двое мужиков едят? Больше чем восемь деточек. Мы это все слышали. И поэтому вот ее эти страпила и брусья, это конечно... У нас девочки даже некоторые в телеграм-канале дневник ведут, такую тетрадочку записывают. Вот все вот эти вот их слова. Женькины, Лешкины, Бычихи, Гришанины. Ну вот еще два слова вем в копилочку. Страпила и брусья. Да. Поэтому, ну в общем показала, как всегда, тут мы строим, тут мы не строим. Берите нашу продукцию. А, мясо не привезут они в мае месяце. Тогда для чего ты выставила свой прайс-лист? Уши, хвосты, копыта, печенка, не печенка. Ну свинину мы не привезем. Тогда для чего ты это выставила, все цены? Мы уже поржали. Где ты столько хвостов возьмешь килограммами? Или уж уши свиные килограммами? Поэтому Быкова она, как всегда. Да. Ну и вчера, конечно, мы теперь знаем, что Женька не сдала сессию. Она же все, сессия, у нее работа, она такая расстроенная. У нее историю кино не приняли, она не сдала. И еще какой-то там предмет она тоже не сдала, тоже что-то по кино. Ее не допустили дальше к экзамену, потому что, я так поняла, она еще и зачета не сдала. И все это ей теперь ляжет, она это будет сдавать зимой на зимнюю сессию. Но ей она вся расстроена, но ей пофиг, и она едет в экспедицию, хотела сказать, на съемки куда-то. Опять принеси, подай, пошла нахер. Да, будет за туалеты отвечать, разгонять алкашей, детей разгонять, чужих. Но она поперлась. Ну вот, понимаете, вот такая она. Тоже вся про стройных чувств. И в другой шорс выходит уже. Вы представляете, мы идем с моим парнем, и я вдруг увидела в городе, в мегаполисе, около подъезда клубника, во-первых, это земляника садовая. Тут вот, а ты что такая дикая? Ты знаешь, в мегаполисе, в плясадниках давно уже сажают и малину, и смородину. Почему нет? Кустарники, в то же время ягодки. Ту же самую землянику, клубнику. А почему бы нет? Это красиво, полезно. Не только цветочки. Она такая была удивленная. Ой, я никогда не думала, что в городе. Да ты что, а у вас и в деревне этого нет. Земли хреново туча, а ничего нет. Но вот в этом году, может, Гриша что-то и соберет. Да. Ну и вот с кустов уже, которые Гриша посадил, уже он собирает. Ягодки, да. А дети уже зеленый крыжовник таскают, потому что Гриша уже нашел на грябках зеленый крыжовник. Уже таскают. Но дети не видят ягод. Блин, в прошлый раз они разговаривали про малину. Ну вот у быковой плясадни. Ну засади ты все вдоль забора этой малиной. Ну вдоль забора все малиной. Смородину, там что-то, крыжовника, ну посади в другом месте. Ну пускай дети едят. Ну пускай она осыпается, ничего страшного. Ну Гриша предложил, давай все засадим, целую плантацию. Вахбыкова до этого не додумалась. Вапе 39 лет, до этого мы не додумались. Да. Ну и Леха. Леха вчера счастлив. Ставка по Сберу не изменилась. И он отбил, по-моему, 7 тысяч он сказал. Не буду врать, не помню. Он же перед этим расстраивался. Да. И он же очень переживал, что человек, который составил ему тренировки и питание, умер. Да. Представляете? Вот не выдержало сердце у человека. Это, конечно, царство ему небесное. Не знаю, про кого он там говорит. Но не выдержало. Дебилов учить. Ну и Леха пошел искать себе работу на практику. Да. Он сказал, сейчас пойду, говорит, по государственным конторам, искать себе, где можно пройти практику. Интересно он найдет? И опять же, Леха, права где? Ну ты хоть покажи хоть один документ, что ты где-то что-то получил, на что-то выучился. Ну где права? Или ты испугался получать права, потому что сразу ставят в военкомате на учет, и потом под дурачка не покосишь, и пойдешь в армию служить? Что-то здесь темненькое. Мне вот интересно бы узнать, что там происходит. Ну вот такая вчера была Быкова. Со своими страпилами, с брусьями, с конями, с кольцами. На этом я с вами прощаюсь. До вечера. Будет что интересное, в шорс выпущу. Но пока у меня хоть и выходной, я понимаю, многие сейчас на даче. Вышла я попозже, потому что люди хотят в выходные поспать. Будет время, народ посмотрит. Да. Ой, ну как на балху нехорошо. Домой даже не хочется заходить. Кошка сидит на подоконнике, ждет меня, когда я вернусь домой. Да, Марго? Марго же. Всегда ждет. Ухожу с собакой гулять. Она будет около двери сидеть, пока мы не вернемся. Представляете, какая верная? Чтоб все были дома. Никто нигде не шлялся. Да. У меня, в общем, та такая же кошка была. Все. Еще раз всем пока-пока. Здоровья. Хорошей вам погоды. Кому нужен дождь, получайте. Кому нужно солнце, собирайте. Чтобы у вас все было хорошо. Пока-пока.